Русский танец-хоровод отражает форму и движение солнца, и поэтому он сакрален, рассказывают организаторы праздника «Славянская зима». Движение по часовой стрелке очищает человека, который находится внутри круга. Движение против стрелки исцеляет его тело и душу. О древних традициях и культуре сегодня мало кто помнит. Реконструкторы наглядно показывают, как это было. Мы любим нашу культуру и хотим показать, что она такая же интересная, как и другие культуры, что ее стоит изучать, что ей стоит интересоваться. Что она очень яркая, эмоциональная. Отправиться в дохристианское прошлое Руси, побывать в Средневековье и перенестись в начало XX века. И все это на одной поляне. Фестиваль народных забав проходит в загородном парке уже десятую зиму и привлекает гостей со всего Поволжья. Участникам показали, в какой одежде и обуви ходили дворяне и простолюдины, каким оружием воевали и какими топорами рубили избы, из какой посуды ели. Все предметы старины, их точные копии можно было подержать в руках или примерить. Мне как русскому человеку все это понятно. И мне кажется, не должна у нас размываться наша культура. Все-таки Россия, она держится на русской культуре. Поэтому вот эти мероприятия, они сохраняют нашу самобытность, государственность. Поэтому я считаю, что это очень хорошо. На таком мероприятии конкретно я третий раз. Мне очень нравится. Как воспоминания нашей древней культуры, мне очень интересно прикоснуться к этому. Очень много народного творчества всякие. Куклы, керамика. Все это вот так интересно, здорово. Я стараюсь приобретать на каждом мероприятии одну-две вещи. Чтобы провести фестиваль «Зимние забавы», исторические клубы Самары ежегодно отправляются в этнографические экспедиции по деревням и малым городам России. Именно там пока еще можно найти исторические артефакты. Если человек не знает своей истории, то у него нет будущего. И мы, конечно, не стараемся так глубоко копать, но совершенно случайно лет шесть назад было проведено нашим соклубникам исследование, которое показало, что для человека крайне важно знать хоть немножко свои традиции. Потому что человек размывается, размывается личность, и человек становится более злой, он становится неким эгоистом. На пару часов организаторы фестиваля создали особое настроение у гостей. Ради участия в «Молодецких забавах» дети и взрослые на время забыли о гаджетах и включились в борьбу за яркие впечатления.